Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы зашли на мой канал в этот замечательный день. А сегодня первый день нового года. И сегодня я хочу вам показать свои новые кисточки. Это китайские кисточки. Вы знаете, для меня это вообще-то кисточки не новые. Я их приобрела несколько месяцев назад. Но вот только сегодня я набралась смелости первый раз их попробовать. Вы пока присматривайтесь к этой кисточке. А я постепенно вас подведу к моей истории, связанной с этими кисточками. Как-то я была на одном мастер-классе. И там художник использовал всего две кисточки. Вот эту толстую кисточку и очень похожую, с такой же ворсой, но более тонкую. Этот художник был не китайским художником. Он работал в абсолютно обыкновенной акварельной технике. Но он любил вот именно эти кисточки. И мне они так понравились. Он ими создавал и мокрые мазки, и сухие мазки, и тоненькие, и толстые. И, конечно же, мне захотелось приобрести такие кисточки и для себя. К тому же они очень дешевые. Там набор, их штук 6 или 7 в наборе. Я уже точно не помню. И этот набор стоил от 12 до 15 долларов. Мы говорим от 2 до 3 долларов за кисточку. Это мелочи жизни. По сравнению, как, например, кисточки из кода, кисточки рублев. Там, где одна кисточка может стоить 20 долларов и больше. Ну вот одна проблема. Для меня с этими кисточками связана, я бы сказала, большая фобия. И это связано с материалом, из которого сделана ворса этой кисточки. И я наконец-то вам скажу. Вот эта большая толстая кисточка, это усы или усики, как оно называется, от крысы. И для меня думать о крысах, видеть их, представлять их, это кошмар. Это для меня одно слово, крысах, это уже ужас. И вот когда я приобрела эти кисточки, я узнала, из чего они сделаны. И я вам честно говорю, я 2 ночи не спала. Ну, я, конечно, спала, но я часто просыпалась от кошмаров, от этих крыс, бегающих со своими усиками. И когда я получила посылку с этими кисточками, я, конечно, открыла на них, посмотрела, а потом начала читать, из чего они, пришла в ужас, завернула их обратно. И, наверное, несколько недель я к ним не прикасалась. Я все думала, возвращать их или не возвращать. Я написала продавцу. Продавец был замечательный, сказали, что если я ими не пользуюсь, я могу их держать несколько месяцев, а потом принять свое решение. Потом мне еще написали информацию, о которой я не интересовалась, но я думаю, многие просто этим интересуются, и у них есть стандартное письмо, что эти крысы и мыши, там у меня есть еще кисточки из усов мышей, они погибли не по причине того, что из них хотели сделать кисточки. Это были лабораторные животные, крысы, на которых делали медицинские эксперименты, ну и потом в конце их топят в громадных количествах, и фирма там, которая что-то с ними делает, их забирает и делает то, что они делают. И вот в результате есть эти кисточки. Потом я узнал информацию, что это вообще одни из первых кисточек, которые появились в Китае, что был какой-то там знаменитый китайский художник в 4 век до нашей эры, и это он изобрел эти кисточки еще до того, когда использовали варсу. Сейчас я взяла этот набор, чтобы рассмотреть четко, что у меня есть. Я хочу вам сказать, что сегодня первый раз я открыла этот набор и рассматриваю эти кисточки, и первый раз сегодня я работаю этой кисточкой. У меня еще нет смелости, чтобы дотронуться до этой кисточки руками, я имею в виду до варсы. У меня просто в мыслях ужас один от того, что я знаю, что это усы от крысы. Кстати, кисточкой очень приятно работать. Она замечательно себя ведет. Мне почему-то кажется, что это будут мои любимые кисточки. Она, эта кисточка, создает такой странный хрустящий звук. Знаете, как вы типа наступили на кузнечика или таракана? Видите, еще одна неприятная ассоциация, связанная с этой кисточкой. Но она замечательна в работе. Я, кстати, сейчас восторгаюсь, несмотря на то, что я не рисую ничего такого особенного. Но работать этой кисточкой одно удовольствие. Ну ладно, что у меня есть? То, что сейчас на экране, это усы крысы. Потом у меня есть две кисточки, которые сделаны из усов мышей. Одна кисточка из ворсы козла. Одна кисточка из ворсы овцы. И одна кисточка из ворсы волка. Сегодня я не буду испытывать все эти кисточки. У меня бы тогда получилось очень длинное видео. Но постепенно я испробую все эти кисточки. Обязательно сниму на видео. Я знаю, что я держу эту кисточку неправильно. Не так, как китайские художники. Но дело в том, что я и не собираюсь отвыкать от своих привычек. Я не буду менять свой стиль. Поделюсь с вами еще впечатлениями от этой кисточки. Она очень интересная. Она жесткая, упругая, как щетина. Но если вы пробовали работать щетиной, акварелью, то вы понимаете, что это в принципе невозможно. То эта кисточка очень акварельная. С поразительной скоростью и силой она втягивает в себя воду. В принципе, как белка. И этой кисточки хватает надолго. Конечно же, если эту кисточку иметь очень мокрую, то вы замечаете, когда я прикасаюсь, то сразу большое такое водяное пятно из краски получается. То есть получается, что для этой кисточки не надо так сильно воды. Ее надо как-то или сбрызгивать, или салфеткой вытирать перед тем, как вы набираете краску. То белка, конечно, она в себя втягивает воду. И потом, когда вы рисуете, белка эту воду медленно отдает. А сейчас перед вами на экране другая кисточка. И это шерсть волка. Сама кисточка, когда сухая, она такого коричнево-оранжевого цвета. Но как только она становится мокрая, она черная. Кисточка мягкая. Чем-то напоминает колонок. Или соболь, красный соболь. И сразу заметно, что эта кисточка дает такие слабые оттиски краски. Если та крысиная кисточка набирала много краски, и сразу такие яркие полосы получались, то у этой кисточки полосы слабенькие. И надо использовать 2-3 мазка, чтобы добиться какой-то большой интенсивности. Но у каждой кисточки есть свой смысл. И в акварели нам нужна интенсивность. И слабая, и сильная. Получается, что теперь, если я, например, буду делать какой-то подмалевок, или как по-английски это говорят, вошь, то я, наверное, буду использовать кисточку из волка, так как она создает вот такие слабые оттенки, слабые оттиски. Более для деталей уже пойдет кисточка из крысы. Я в Гонконге заказала еще несколько китайских кисточек, и я надеюсь, что они скоро придут. Уже прошел месяц, я все еще жду. Там будет большая кисточка из волка, большая кисточка из медведя. Я не могу дождаться этих двух кисточек, особенно медведя, чтобы попробовать. И две кисточки из енота. И эти кисточки из енота мне сказали, что из волос, которые растут на щеках. Я даже не представляю кисточки из енота, и как они работают, и что они делают. Я с удовольствием с вами поделюсь, как только я получу эти кисточки. Там у меня психологического барьера никакого не будет. Я их в тот же день открою и в тот же день сниму видео. Кстати, здесь, где я живу, очень много енотов. И они, как бездомные коты, по вечерам шатаются по улицам. Ну, они не шатаются, они бегают. Вечером, когда темнеет, то иногда страшно с собаками идти гулять, потому что эти еноты шипят, и они вылазят из канализационных люков, и их может быть там штук семь сразу. И размером, ну, чуть меньше моей большой собаки. Самки могут быть очень агрессивными. Наверное, когда у них там эти маленькие детки где-то сидят, то самка может напасть на маленькую собаку. В общем, теперь в отместку этим енотам у меня будет две кисточки. Теперь я готова описать свои ощущения от кисточки из волка немного подробнее. Этот стиль, которым мы обычно работаем, и как мы держим кисточки, в Китае называют западный стиль. То вот эта кисточка для западного стиля, наверное, не самая лучшая. В западном стиле, это в нашем стиле, мы держим кисточку под наклоном почти 45 градусов к бумаге. И неважно, эта бумага лежит на столе, или эта бумага поднята под углом 45 градусов, но кисточка касается бумаги под наклоном. И таким образом она оставляет определенные мазки с определенными характеристиками. То эта кисточка под наклоном едва работает. Самая лучшая она работает, когда она ровно под углом 90 градусов к бумаге. А это уже надо переучиваться, держать руку и постоянно об этом помнить. А также это означает, что бумага должна быть все время на столе. А я лично работаю акварелью под углом. Ну, в данный момент бумага лежит на столе. Потому что у меня по-другому просто ничего не получалось. Но когда я делаю, например, ландшафт, особенно портреты, у меня бумага всегда под углом минимум 45 градусов. Но я не говорю, что эта кисточка плохая. Просто что мне надо привыкнуть, приловчиться, научиться, приспособиться и все остальное. В принципе, рисовать можно и зубной щеткой, если вы к этому привыкнете. Вы видите, у этого баклажана мне пришлось сделать три мазка, чтобы добиться нужной интенсивности. Вы, конечно, можете сказать, что я их неправильно использую, потому что эти кисточки, может быть, для туши, для какого-то там чернила. Но дело в том, что я, опять же, с продавцом хорошо побеседовала по этому поводу. И они мне сказали, что эти кисточки также для акварели. И их очень много художников используют для акварели. Я надеюсь, что вы не возражаете смотреть на эти простые зарисовки, упражнения. Не знаю, как еще их можно назвать. Завтра я хочу попробовать нарисовать вот с той первой крысиной кисточкой что-то такое мое. Знаете, там ландшафт. Может быть, я осмелюсь даже и на портрет. Это решение я приму завтра. Меня просят в каждом видео говорить о своих материалах. И вы извините, что я постоянно забываю, в данный момент это краски QOR, бумага фирмы B, это целлюлезная бумага, и я ее не рекламирую. Это не значит, что вам надо бежать и ее покупать. У меня очень часто оказываются материалы, которые не самого лучшего качества, только из-за того, что они были на какой-то хорошей скидке. Например, купишь один, два бесплатно. У нас такое часто бывает. И вот эти альбомы мне так и достаются, когда их рекламируют, что ты покупаешь один, а тебе два дают бесплатно. Я вчера только была в художественном магазине, а для меня эта проблема – это далеко ехать. Возле меня нет никаких художественных магазинов сейчас. И у них была распродажа 50% на QOR. Ну, я себе, конечно, купила несколько тюбиков краски и заполнила всю свою палитру. Ну что же, вот и это видео подходит к концу. Я надеюсь, что вам было интересно его смотреть. Вы извините, что я почти не комментировала то, что я делала. Но мне кажется, все было и так понятно. Дам вам еще раз возможность посмотреть на эти кисточки. И я надеюсь, что Новый год для вас начинается хорошо. И я надеюсь, что многие из вас смогли сделать что-то творческое в этот первый день. Наверное, это правда, что как проведешь первый новогодний день, то так ты проведешь и весь Новый год. Я надеюсь, что у вас у всех было хорошее настроение. Я надеюсь, что вы все смогли отметить Новый год с людьми, которые для вас дороги. С Новым годом вас еще раз. Здоровья вам всем. Удачи, успеха. И возвращайтесь на мой канал.